Перспектива развития споживецкого рынка и новые задачи по наведению парадка на землю. Сегодня в Гомеле прошло посяжение облвыконкама. Загушенными планами ознайомились наши корреспонденты. Гандлевая сетка Гомельской области зараз ГТ-10 с половой тысяч крам. Иншая справа, что четверть их гандлевого обороту преподает усягона 20 организаций. У первоважной большинства существуют магазины невеликие попомеры с ответным ассортиментом. Особливо значные проблемы с обеспечением товарами и продуктами харчевания отзначаются у сельской мясцовости. Особливо это тычется невеликих населенных пунктов, где потребны новые формы обслуговывания. Меняется формат обслуживания. То есть, возможно, уже нет необходимости в стационарных объектах и приходят автомагазины. Автомагазины у нас по-прежнему работают потребительской кооперацией и достаточно активно добавляется количество работающих именно частных автомагазинов, которые позволяют, в принципе, не хуже, достаточно качественно удовлетворять спрос сельского населения. Сирот пропадал по развитию споживецкого рынка проведение сезонных мероприемствов на кшталт кермашоу выстав акций. Плюс утягнение у господарчей оборот гандлевых объектов, которые не используются, которые используются неэффективно. Про распредоставление их в аренду и продаж сельгазпредприемствам, которые вырабляют продукты харчевания. Что, до речи, посприяет так само наведению парадки на землю. Это вопрос так само было расследовано подчас поседения Аблваканкама. В минулом году на Гомельщине реализовали практически все положения и ответные программы. Высажено 165 тысяч древ и кустарников, что в 4,5 раз больше, чем в 2018-м. В населенных пунктах знесена амаль 2000 старых домов, что дозволило утягнуть у господарчей оборот 850 гектаров земля. Плюс активная боротьба с борщевниками Сосновского, площадь которого сменьшилась амаль на 40%. Все лето эту шкодную рослину плануется знишить практически полностью. И это не одна задача все-летней областной программы по наведению парадки на землю. Будут также продолжены мероприятия по приведению ферм и мехдборов, сельхозпредприятий в надлежащее состояние. Также будут продолжены работы по приведению в порядок мелиоративных систем. В каждом из районов создана комиссия, которая пересматривает план, определяя более напряженное задание для работы на текущий год.